Приветствую вас, друзья! Прилагаю вам поговорить о проблемах в слабых местах и достоинствах Mitsubishi ASX. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке данного авто. Начнём мы, как всегда, с двигателей. В арсенале ASX три бензиновых мотора, рабочим объёмом 1,6 литра на 117 л.с., 1,8 литра на 140 л.с. и 2 литра на 150 л.с. Все силовые агрегаты имеют надёжный цепной привод ГРМ. Европейские версии оснащались и дизельным мотором 1,8 литра на 150 л.с. Владельцы ASX с базовым бензиновым 1,6 литра время от времени отмечали проблемы с запуском. Мотор запускался со второго или третьего раза. Так как проблема не системная, то выявить причину не удалось. А вот детонация, возникающая на оборотах близких к 3000 в минуту, явление для двигателя 1,6 литра более распространённое. Данный феномен предположительно связан с высокой степенью сжатия и объединением смеси на определённых режимах. Хорошо известно, что детонация пагубно влияет на здоровье мотора. К счастью, каких-либо неприятных последствий не зафиксировано. Некоторыми владельцами отмечена связь между появлением детонации и сменой места заправки. Отдельные авторизированные сервисные центры предлагали новую прошивку для электронного блока управления двигателя. Но и после обновления детонация исчезала не всегда. Со слов официалов, на ASX 2012 года была изменена заводская прошивка, исключающая возникновение детонации. Но отдельные владельцы по-прежнему отмечали её появление. В сильные морозы ниже 30 градусов на кроссоверах с двигателем 1,6 литра встречались случаи выдавливания масла через чуб и сальники из-за перемерзания патрубка вентиляции картерных газов. В конце 2011 года вышел технический бюллетень Mitsubishi, предписывающий замену патрубка старого образца на модифицированный, с большим диаметром внутреннего сечения. Новый патрубок стали устанавливать на конвейере с 2012 года. Ещё один недостаток атмосферного 1,6 литра – усыхающие уплотнительные кольца впускного коллектора. Кроме того, некоторые владельцы машин с 1,6 отмечают увеличение расхода масла при пробеге приближающимся к 200 тысячам километров. Специфические особенности обнаружились на рестайлинговой версии с двигателем 1,8 литра. Мотор получил другую схему прокладки приводного ремня вспомогательных агрегатов с меньшим количеством роликов и укороченным ремнём. В результате на оборотах близки к 1000-1200 появлялись посторонние звуки, напоминающие дребезжание. При обращении в авторизированные сервисы, механики зачастую ошибочно предполагали, что это резонировала защита картера. Но на самом деле источником звука был вибрирующий натяжитель приводного ремня. Некоторые кулибины избавлялись от постороннего шума, самостоятельно изменив схему прокладки ремня. Родной ремень для этих целей не подходил, новый приходилось подбирать. Силовой агрегат 2 литра каких-либо претензий от обладателей ASX не получил. После 130-170 тысяч километров приходится обновлять заднюю опору силового агрегата. ASX оснащается двумя типами коробок передач, пятиступенчатой механикой и вариатором Invex 3, имитирующим 6 фиксированных передач, переключать которые можно рычагом и подрулевыми лепестками. Как показал отечественный опыт эксплуатации, механический агрегат служит, как правило, без проблем. А вот вариатор может побеспокоить. Сильную жару при длительной езде на высоких скоростях в нем перегревается масло, о чем сообщит соответствующая сигнальная лампочка на щитке приборов. При этом во избежание проблем необходимо немедленно остановиться, а продолжать движение можно только после того, как остынет смазка. Кстати, подобная проблема характерна для вариатора других моделей Mitsubishi, Lancer X и Outlander XL. Согласно заводским рекомендациям, смазку вариатора необходимо менять каждые 80 тысяч километров, вместе с двумя фильтрами. Хотя отечественные коробочники для долговечной работы агрегата рекомендуют сократить этот интервал в половину. Кроссоверы бывают моно- и переднеприводными. Трансмиссия 4х4 аналогична старшему брату Outlander XL, имеет три режима работы. В ходе эксплуатации проблемы в работе полноприводной трансмиссии не выявлены. По сравнению с более крупным Outlander, ходовая IS-6 более комфортна и отличается неплохой энергоемкостью, уверенно отрабатывая многие неровности наших дорог. При этом конструктивно подвески обоих кроссоверах схожи. Впереди применяется независимый McPherson, а сзади многорычажка. Обе оси снабжены стабилизаторами поперечной устойчивости. На практике обе подвески зарекомендовали себя вполне долговечными, а чаще всего придется менять втулки стабилизаторов. Примерно 40 тысяч километров спереди и 60 тысяч километров задние втулки. Стойки ходят куда дольше, около 150 тысяч километров, а шаровые опоры передних рычагов до 200 тысяч. Сайлентблоки, которые меняются отдельно 80 тысяч километров и 100 тысяч километров задние. Характерная особенность амортизаторов – передние служат меньше, чем задние. Задние многорычажки около 100 тысяч километров служат нижние сайлентблоки поперечных рычагов. Резинки остальных рычагов держатся в районе 150 тысяч километров. Как рассказали сервисмены, в ходе эксплуатации следует проверять и регулировать углы установки не только передних, но и задних колес. В противном случае после 60 тысяч километров закипают болты эксцентриковых втулок задних развальных рычагов. Вследствие чего, при необходимости регулировки, их приходится срезать болгаркой и ставить новые рычаги. Реечное рулевое управление ASX оснащено гидроусилителем. Слабое место данного узла – шланги, которые после 100 тысяч километров иногда начинают потеть на стыке резиновых частей и алюминиевых наконечников. Недолго, где-то 60-70 тысяч километров, на наших дорогах служат рулевые наконечники. Зато тяги способны выдержать около 150 тысяч. Тормозная система кроссовера требует регулярного обслуживания. При каждом ТО необходимо смазывать направляющие суппортов, иначе они начнут подклинивать, провоцируя неравномерный износ колодок. В целом, коррозионная стойкость кроссовера ASX замечаний не вызывает. Хотя одно слабое место, где могут быть очаги ржавчины в ходе отечественной эксплуатации, выявить удалось. Это шов на крышке багажника по бокам плафонов подсветки номера. Отечественные дилеры устраняют этот дефект по гарантии бесплатно. Повышают также иммунитет от рыжей болезни и передние крылья, выполненные из пластика. Хочется похвалить эту модель и за высокую безопасность. По результатам краш-тестов Euro NCAP в 2011 году она завоевала максимальные 5 звезд. Пластик салона часто становится рассадником сверчков, особенно в холода. С приходом морозов иногда наблюдаются капли с потолочного плафона. Это распространенное явление на современных автомобилях. На внутренней поверхности крыши образуется конденсат. Устраняется аномалия проклейкой внутренней поверхности крыши тепло-шумоизоляционными материалами. Со временем протирается кожаная обивка рычага переключения механической коробки передач и руля. В сервисной книжке Mitsubishi предусмотрительно отметили, что естественный износ данных предметов не является гарантийным случаем. Владельцы ASX, оснащённых креслами с электроприводом, уже в первый год эксплуатации нередко замечали появление продольного люфта, ощутимого при ускорении и торможении. В возрастных экземплярах выходил из строя моторчик печки. Систематических проблем с электрикой пока не возникает. Ну а если вы являетесь владельцем ASX, то пожалуйста опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации данного авто. Возможно именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня всё, всем большое спасибо за внимание, буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok